Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Меня зовут Русский Хован, я вас приветствую на канале Процветок. Сегодня мы поговорим с вами о причинах тех неудач, которые могут преследовать огородников и садоводов при приготовлении биопрепаратов, а также об основных признаках успешного приготовления биопрепаратов. Приготовление биопрепаратов в домашних условиях дает нам огромное преимущество, поскольку позволяют получать микроорганизмы, которые нам необходимы в активной фазе размножения, не в спящем стрессовом состоянии, как в пакетике, а в активном фазе размножения, при их внесении, при их использовании, они начинают работать гарантированно и сразу же. Кроме того, понятно, что многие биопрепараты либо являются доступными от случая к случаю, соответственно, домашнее приготовление позволяет сделать их запас дома, а также произвести их в том количестве, в котором вы только сами для себя захотите. Это является существенным фактором экономии денежных средств. Не говоря уж о каких-то конкретных биопрепаратах, об их пользе для использования в саду и огороде, надо просто отметить, что, поверьте, при развитии, современном развитии сельского хозяйства, при развитии интереса к природному, органическому земледелию, интерес к биопрепаратам как средствам защиты растений и увеличения урожайности растений, интерес этот будет все больше и больше. Те же, кто не научатся ими пользоваться, не захотят ими пользоваться, к сожалению, будут вынуждены использовать неэффективные методы, химические методы защиты, ну и где-то останутся на заборках современного сельского хозяйства. Это я к чему говорю? К тому, что даже свой менталитет и свою какую-то стратегию поведения в саду и огороде надо разворачивать в сторону биологизации, экологизации земледелия, дружественного окружающей среде земледелия, а в этом в том числе помогают нам и биологические препараты. Мы уже очень давно говорим о том, что биопрепараты можно выращивать в домашних условиях. Кому бы как не нравился микроскоп, чашки Петри, еще какие-то вещи, которые здесь меня в лаборатории окружают, на самом деле все это не является, абсолютно не является обязательным атрибутами выращивания биопрепаратов. Почему? Потому что контроль за качеством биопрепарата можно вести и на основании тех органолептических показателей, которые каждый из вас может зафиксировать и снять. Я, конечно, не призываю вас пробовать и активно нюхать, и хлебать, и жевать эти препараты, как делают некоторые блогеры, это забавно, но совершенно не стоит таким образом поступать. Итак, какие нужно провести мероприятия, которые будут гарантировать вам хорошее качество биопрепарата? Во-первых, необходимо провести дезинфекцию емкости и инвентаря, с которым вы будете работать. То есть, банки нужно продезинфицировать. Наилучшим способом является обработка их неразбавленным раствором хлорцодержащего отбеливателя. Залили, подержали в течение ночи в закрытом состоянии, открыли, промыли водой из-под крана как следует, все. Считайте, что баночка ваша подготовлена. Нету хлорцодержащего отбеливателя, взяли соду, взяли крепкий раствор соли, или даже сухую соль посыпали, пошуровали, помыли. То есть, элементарные какие-то гигиенические средства также могут использоваться для подготовки емкостей для приготовления биопрепаратов. То же самое касается ложек, каких-то мерных емкостей и всего остального, что вы используете, с чем контактирует субстрат для приготовления биопрепарата и сам биопрепарат, который вы туда носите в качестве закваски. Второй фактор – это чистота субстрата. Если вы имеете дело с жидким субстратом, в этом случае необходимо использовать кипяченую воду. Если вы можете собрать снеговую воду в чистом месте, то вы также должны растопить снег и в течение хотя бы 10 минут тщательно прокипятить. Почему? Потому что вода, особенно снеговая, может содержать значительное количество посторонних микроорганизмов, которые испортят нам биопрепараты. Если речь идет о плотных каких-то средах, таких как отруби, опилки, зерно, крупа, еще что-то такое, то их надо обязательно стерилизовать. Почему? Потому что вот подобного рода субстраты являются носителями колоссального количества всевозможных микроорганизмов и бактерий, и грибов, и так далее. Поэтому они будут все создавать конкуренцию нашему биопрепарату и могут взять в какой-то момент вверх. Пеницилл, мукор, не дай бог аспергилл, там еще какие-то грибы, дрожжевые грибы являются такими, ну вот, наиболее распространенными контаминантами или загрязнителями наших биопрепаратов. Как от них проще всего испариться? Есть два основных эффективных пути. Это пропаривание и это прожаривание. Прожаривание, как вот семечки жарят на сковородке до легкого зарумянивания, по мне является гораздо более даже эффективным способом, нежели чем пропаривание. Почему? Ну, если вы возьмете отруби, забьете их водой и пропарите, они превратятся в плотную кашу. Ничего там расти не будет. Если вы зальете водой зерно для пропаривания, могут быть остатки влаги, избыточная влажность этого зерна или крупы. Крупа может слипнуться тоже, начать крахмал кристеризоваться на поверхности зерна, оно все послипается и тоже может не получиться ничего хорошего. А субстрат для приготовления должен быть в достаточной степени рыхлый такой. Почему? Потому что вот как здесь, уже здесь идет рост в рыхлом субстрате, в отрубях металлизиума, и он уже дышит, он выделяет влагу, и поэтому этот субстрат ободняется, поэтому в нем не должно быть лишней увлажненности. Он должен быть сыпучий, легкий. Почему еще он должен быть сыпучий? Потому что все наши биопрепараты, которые мы готовим, они аэробы, то есть это микроорганизмы, которые дышат воздухом. Соответственно, если у вас получится каша такая, слипшаяся, они дышать не будут, и там могут завестись дрожжи, которые могут функционировать и без кислорода, они будут образовывать спирт, будет спиртовое дрожжевое брожение идти, и препарат у вас не получится. То есть, субстрат должен быть стерильным, ну или по крайней мере почти стерильным, должен быть избавлен от большинства контаминантов, и не должен быть переувлаженным. Следующим фактором является достаточное количество внесения закваски. Почему? Потому что как бы вы ни старались, как бы мы ни старались, все равно наши вот эти жидкие плотные субстраты контактируют с окружающей средой. Соответственно, там постоянно что-то летит, налетают какие-то микроорганизмы. И мы должны туда посадить такое количество нашей закваски этих микроорганизмов, которая обеспечит нам достаточной мере конкурентоспособность, чтобы они захватили этот субстрат, стали хорошо конкурировать там с посторонней микрофлорой, и не дали шанс им развиваться. Ну сколько нужно туда внести? Если речь идет о глиокладине, то вот на стакан трубей нужно внести хотя бы 3 таблетки. Если речь идет о металлизине, то хотя бы пол чайной ложечки на стакан трубей. Вот видите, вот тут уже жизнь идет, и все очень хорошо получилось. Мицелий пророс до конца. Вот у меня было пол чайной ложечки металлизиума препарата, а получился стакан настоящего гриба, в котором идут споры, титры, мицелий. Тут всего содержится гораздо больше, чем в покупном препарате, и работать все будет очень-очень эффективно. Если речь идет о жидких заквасках, ну возьмем самую простую, фитоспорин, азофит, фосфорин, еще что-то в этом роде. То обычно чайная ложечка на полный литр является очень хорошей, очень конкурентной дозой для внесения. Важно, чтобы там эти микроорганизмы были. Далее. Как дальше с этим быть? Если это плотные субстраты, вы заселили бумажечкой, там тряпочкой чем-то накрыли и забыли. Поставили в умеренно теплое место, желательно в темноту, и пусть оно там нарастает. Все очень хорошо. Если речь идет о жидких препаратах, если речь идет о седьмой палочке, о других бактериях, которые чаще всего встречаются в препаратах, то вот эти вот емкости надо периодически взбалтывать. Открывать, если они интерплотно закрыты. Если они закрыты маклечкой, то можно не открывать, но надо взбалтывать. Почему? Потому что это дышащие микроорганизмы. И нужно обеспечивать газа, а он нет, чтобы хотя бы там, ну раз в день, вот так вот взбалтал, никакого труда это не представляет. И оставить, чтобы углекислый газ вышел, а кислородом обогатилась наша жидкость. Как определить, что препарат наш получился? Это не сложно. Если пахнет спиртом, брадой, то препарат не получился. Там завелись дрожжи. Если мы выращиваем металлизиум или триходерму, то у них есть характерные признаки для мицелла. У триходермы это ярко-зеленое, иногда изумрудно-зеленое споромошение. И либо бесцветные белые, либо желтые, либо зеленоватые. В зависимости от вида триходермы. Вот такие вот тяжи внутри. Мицелий, да? Только можно сказать, как плесень. Вот если у вас такое начало вырастать, то все у вас получилось. Если вы открываете триходерму и нюхаете, и у вас пахнет лекарством. Ну то есть все похоже на триходерму, но пахнет лекарством. Это означает, что там завелся пеницин. И это не триходерма. Нельзя сказать, что это совершенно бесполезная штука для растениеводства. Но триходерма там не выросла. Металлизиум характеризуется очень характерным таким мелким споромошением травянисто-зеленого цвета. Желто-зеленого, зеленоватого цвета. Если у вас так все получилось, значит он у вас растет. Как только он начнет давать островки этого споромошения, все, никакого шанса, что туда заселится что-то еще. Нет, он уже захватил всю эту систему, всю эту банку. И никого он туда больше не упустит. Тем более, то же самое касается триходерма. Если мы выращиваем сенную палочку в жидкой вот такой фазе, то через сутки примерно после заселения, ну у кого-то через двое, зависит от условий, теплее, холоднее, на поверхности должна образоваться пленочка. Такая белесая, может быть немножко матовая, немножко более блестящая пленочка. Если она образовалась, в конце концов, да, это означает, что сеная палочка там развелась, она растет. Если это азофит, если фосфорит, то такая пленочка может и не образовываться. Но для аэробных, дышащих бактерий, у вас всегда будет на поверхности и пленочка, и вот такое вот характерное кольцо. Это рост бактерий поближе к кислороду. Вот такое вот колечко. Вы его сразу же увидите. Если у вас есть это колечко, и азофит, и фосфорит, и фитосфорит, это означает, что все у вас хорошо, у вас здесь растут хорошие аэробные бактерии, у вас здесь все получилось. Опять же, если пахнет спиртом, если папирует пена, если все это больше похоже на брагу, если появилась плесень на поверхности, это означает, что препарат не удался и не получился. Даже если ваш препарат не получился с первого раза, не надо отчаиваться. Слушайте, ну Москва не сразу строилась. И блины не первые не всегда получаются, и борщ первый самый, может быть, был не самый вкусный. И там, ну что-то первое было, может быть, и неудачное. Но это не значит, что этим не надо заниматься всю старшуюся жизнь. Надо, надо делать второй раз, надо пробовать, надо тренироваться. Если уж вы совсем отчаиваетесь, но не получается, ну черт с ним, пошли и купили в магазин. Но если у вас получится, это будет совершенно замечательно. Потому что вы в руки получите почти бесплатный ресурс, почти бесплатную возможность наращивать эти биопрепараты. И, пожалуйста, не слушайте тех, для кого вот чашки Петри или микроскоп, как для черта ладан, да, понимаете, я не показал чашку Петри, они сразу в страх впадают и в панику. Это все нормально, это способ изучения эффективности этих биопрепаратов в естественных условиях. То есть мы отбираем из естественных условий, смотрим, сработал биопрепарат, прижился биопрепарат, выделяется ли оттуда эта бактерия. Но это не имеет никакого отношения к нашей повседневной жизни, потому что никакой разницы нет. Вы этот биопрепарат купите в магазине, и он у вас или прижился, или не прижился, или вы его развели дома, и шансов того, что он приживется в окружающей среде, гораздо выше. Кроме того, чашечки Петри используются для выявления эффективных штабов в окружающей среде, их селекционного получения, они используются для различной научной работы, в том числе они используются для сравнения биопрепаратов в жестких таких контролируемых условиях. Потому что на растениях в огороде делать сравнение эффективности биопрепаратов достаточно сложно. Почему? Потому что кроме биопрепаратов там еще есть масса, масса, масса всевозможных факторов. А вот в лабораторных условиях мы можем создать очень конкретные такие контролируемые условия, в которых сможем оценивать, сравнивать различные биопрепараты на эффективность против тех или иных возбудителей болезней растений, в том числе опасных. Об этом смотрите наш другой выпуск. На этом я прощаюсь с вами. Всего хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok